Нам рисуют какого-то злого гения, а там сидит обычный, не знаю, пенсионер-алкоголик. Пранкер Алексей легко рассуждает о сильных и слабых сторонах Игоря Коломойского. В образе одного из лидеров ДНР Павла Губарева он не раз подолгу беседовал с украинским олигархом. Лже Губарев сравнивает Днепропетровского губернатора с покойным Борисом Березовским и объясняет, богатые люди порой доверчивы и просты в общении. Вот так, например, Коломойский выпивает за мир на Украине. Виртуальные посиделки продолжались два с лишним месяца, и многие откровения бизнесмена вряд ли понравятся официальному Киеву. Например, Коломойский хочет, чтобы Донбасс оставался в составе Украины, но имел свою автономию. Кроме того, он предложил ополченцам 20 мест в Верховной Раде, чтобы народные республики смогли отстаивать свои интересы на политическом уровне. В процентах-то мало. А какая это сколько процентов? Один человек может стоить 20-х. У вас же боевые ребята. Боевым ребятам глава Днепропетровской области обещал полную поддержку деньгами и людьми. Просил прислать паспорта, чтобы подать документы в Центральную избирательную комиссию Украины. В разговоре с Псевдо Губаревым олигарх не раз восторженно отзывался о защитниках Донбасса. Телефон Коломойского Алексею дал один из многочисленных врагов олигарха. Но, получив заветный номер, пранкер не стал торопиться. Нужна была зацепка, чтобы заинтересовать Коломойского. Я знал, что у него есть конфликт с Олегом Лешко. И, соответственно, я написал, что у меня есть компромат на Лешко, интересное видео. Если тебе интересно, то, пожалуйста, напиши мне. Через пять минут мне раздался звонок от Коломойского, где вот он был очень заинтересован вообще, в принципе, общением. Пранкер признается, Коломойскому он пообещал видеозапись с интимной связью Лешко и его сторонника. Но, оказалось, эта запись в меньшей степени интересует украинского бизнесмена. Коломойский жаждет общения с лидерами Донбасса. Коломойскому очень было выгодно иметь в своих друзьях первых лиц региона. Поэтому и пошло общение. Вот, все-таки пытался как-то проявлять инициативу выходить на Губарева, чтобы тот, в свою очередь, лоббировал его интересы в ДНР. Псевдо Губарев постоянно провоцировал Коломойского, пытался узнать подробности страшных трагедий, которые произошли на территории Незалежной во время войны. Так события в Одессе украинский олигарх назвал случайностью и обвинил во всем поролон, которым зимой утепляют окна. О трагедии со сбитым Боингом бизнесмен говорил спокойно, если не сказать цинично. Мол, обсуждать это бессмысленно, погибшие не имеют к украинскому конфликту никакого отношения. В коллекции российского пранкера проект «Коломойский» пока самый успешный. Мести олигарха Алексей не боится. На родине ему ничего не угрожает. А свой успех он надеется закрепить новыми разоблачениями. Я не буду раскрывать всех карт, но следующие персонажи вам будут очень интересны. Это будет связано в основном с Украиной, но представители США там тоже будут присутствовать.